Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Более 120 миллионов рублей из городского и областного бюджетов было направлено на восстановление старинной Самарской школы номер 81 на улице Самарская. Несколько лет ее ученики вынуждены посещать и другие образовательные учреждения, но следующий учебный год они уже проведут в родных стенах. Бригада строителей ежедневно ходит в школу. Уже усилили несущие конструкции и фундамент, приступили к внутренней отделке. Выровняли стены, залили полы. Проверить, как идет реконструкция, приехал глава администрации Самары Олег Фурсов. Она открылась, которая ушла, она не пошла. И опять, это самый дешевый. Самый дешевый. У него есть дети. Дети просто дыхаются. Тем более активные движения идут активные. Олег Фурсов высказал ряд замечаний и к скорости проведения работ, и к техническим решениям. Например, по поручению главы администрации оконной конструкции заменят. Затраты по этой части будут пересмотрены. Исправят также систему вентиляции в спортивном зале, чтобы не было сквозняков, дети дышали свежим воздухом. Претензии у Олега Фурсова есть также и к содержанию строительной площадки. Недоволен грязью во дворе. Очень замусоренная территория. Все это выводится на центральные улицы города. Я думаю, здесь будет административное изыскание в адрес подрядчика. Недоволен замусоренностью этажей. Это говорит о низкой культуре производства работ. Они должны быть гораздо чище. В целом, по качеству ремонта, еще раз подчеркну, говорить рано. Хотя некоторые элементы выполненные, они достаточно сделаны неплохо. Объект должен быть готов не просто к первому сентября, а минимум на две недели раньше этого срока, резюмировал Олег Фурсов. Поддержкой со стороны областных властей заручились. Губернатор Николай Меркушкин принял решение досрочно профинансировать завершение работ. Кроме того, к началу учебного года кабинеты необходимо будет оснастить мебелью и учебными пособиями. Со стороны городской администрации контроль усилится. Раз в неделю сотрудники будут приезжать на строительную площадку с инспекцией. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре ликвидируют последствия урагана, который разразился накануне вечером. В некоторых районах города повреждены линии электропередач. Кроме того, в результате сильных порывов ветра поваленными оказались деревья. Одно из них на улице Чернореченская вырвало с корни. В результате ствол высотой в пятиэтажный дом перекрыл половину проезжей части. Уже утром управляющая компания ЖКС выехала на место, чтобы убрать дерево с дороги. Силами ЖКС начали опиловку этого дерева, убрали с проезжей части. Муниципалитет хорошо помог. Приехали ребята тоже, помогли распилить его. Вопрос аварийных деревьев стал одним из основных на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором в микрорайоне «Хлебзавод» в Кировском районе Самары. Микрорайон утопает в зелени и порой жители не рады полувековым тополям и кленам, которые нависают над новыми детскими площадками. Площадка во дворе 141-го дома по улице Победы. Этим летом здесь предстоит масштабный ремонт. Жители выиграли конкурс «Двор, в котором мы живем». Старые аварийные деревья во дворе уже спилили. Вот только пеньки и ветки пока не вывезли. Проблема раскидистых тополей в микрорайоне «Хлебзавод» актуальна во многих дворах. Не единожды этот вопрос звучал на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Нашу детскую площадку, дом 143, поставили. Там тоже деревьев много, даже отмечены они, они не спильные. Контролировать, как и где убирают сухостой и деревья гиганты, теперь будет общественный совет, который фиксирует все обращения жителей. Они лягут в основу плана работ. Решить проблему на мгновение волшебной палочки невозможно. Ну а что нужно, это больше прислушиваться к людям. Больше прислушиваться, работать в одной связке и администрации, и общественности. Первоочередная задача, я считаю, это обеспечение людей комфортными условиями для проживания. Среди других вопросов – ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, благоустройство детских площадок, вывоз мусора с контейнерных площадок во дворах и создание ливневок. Жители уверены, совместная работа с общественными советами скоро даст реальные результаты. Главное теперь в приоритетах проблемы, которые действительно волнуют горожан. У нас будет знать проблемы населения. И как бы на этой дружеской основе, наверное, и должна строиться вся наша жизнь. Каждый человек, который проживает и в районе Мико, он должен быть активным. Он должен иметь активную жизненную позицию. Тогда у нас все будет хорошо, остальное все у нас есть. У нас есть земля, на которой мы живем. Это самое главное. Можно построить все, что мы пожелаем. Можно отремонтировать все, что мы пожелаем. Наши знания, сила и умения. Все есть. Такие встречи в микрорайоне будут проходить и дальше. Услышат каждого, обсудят результаты работы. Контроль за исполнением поручений жителей взяли на себя общественные советы. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. В региональной столице обсудили, как исполняется распоряжение губернатора Николая Меркушкина об усилении взаимодействия местных властей, работодателей и профсоюзов. Для этого в администрации Самары собрались представители разных муниципалитетов нашей области. Там, где есть профсоюз, нет серых схем оплаты, есть обязательства по безопасности труда и социальные гарантии. Чтобы профсоюзы были созданы при каждом предприятии, участники совещания предлагают брать за основу опыт Москвы. Приходит руководитель предприятия с любым вопросом, по любому направлению работы, спрашиваете, есть коллективный договор, есть профсоюзная организация, нет, до свидания. И таким образом в Москве создана крепчайшая профсоюзная федерация. Федерация профсоюзов области контролирует уровень безработицы в регионе и не допускает необоснованных сокращений. Городская администрация также работает в этом направлении. В этом году с федерального бюджета на переподготовку специалистов направили значительные средства. Мы только по линии муниципальных предприятий привлекли более 100 миллионов рублей федерального бюджета. Для того, чтобы людей не сокращать, а их дообучить, дать им новую квалификацию и с учетом модернизации производств обеспечить их занятость. Еще одна важная тема – серые зарплаты. Более 400 тысяч жителей области получают свой заработок в обход бухгалтерии, а их руководители не платят налоги. Городская администрация совместно с Союзом работодателей и Федерацией профсоюзов намерена изменить ситуацию. Работнику должно быть выгодно получать официальную зарплату. Вопрос о деятельности профсоюзов и эффективности их представительских и защитных функций в организациях «Самары» рассмотрят на очередном заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Конференция на плаву. В путешествия по Волге отправились люди с ограниченными возможностями здоровья. И отдохнуть, и свежим речным воздухом подышать, и обсудить актуальные проблемы. Теплоход «Хирург Разумовский» провожала наша съемочная группа. От «Самары» до «Казани» с конференции в Ульяновске. Круглые столы и семинары для общественных организаций, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью и самих людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдохнуть на водных просторах и обменяться опытом с другими городами по Волжье – основная цель путешествия. В «Самаре» есть чем поделиться с коллегами. Набережная наша строилась от и до, уже все новые ведения, под контролем наших общественных организаций. То есть это очень важно. То есть у нас набережная доступна. По-моему, нигде такого нет, чтобы вот так инвалид, даже на колеске, приедя на набережную, спустился к воде и искупался. Теплоход хирург Разумовский принял на свои палубы несколько десятков инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Поездка организована Департаментом соцподдержки и защиты населения. В «Самаре» действует программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных граждан. Мы понимаем, что человек, который все-таки все равно с какими-то ограниченными возможностями в движении, он, начиная от выхода его из квартиры буквально, да, и до получения им всех необходимых, причем необходимых, мы говорим, услуг, здесь должно быть, конечно, доступно, потому что не у всех есть транспорт. То есть это, получается, услуга общественных транспортов прежде всего, но до остановки тоже нужно добраться. Путешествие по Волге продлится несколько дней. У участников выездной конференции будет достаточно времени, чтобы обсудить актуальные проблемы и попытаться найти пути их решения. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Международный день соседей отметили в «Самаре». Накануне в одном из дворов в районе самолета местные жители, несмотря на ненастную погоду, собрались вместе и весело и с пользой провели вечер. В перерывах между песнями и танцами успели получить советы социальных служб и представителей местного самоуправления. Сергей Кизоркин продолжит. Инженер-конструктор авиационного завода Екатерина Поликина последние четыре года руководит жизнью своей многоэтажки на московском шоссе в районе самолета. Каждый закуток и каждую проблему, главное, по дому знает и сама, обходя свои владения, и от соседей. Именно соседская дружба – залог комфортной жизни их двора, уверена Екатерина Поликина. Вечерами у нас здесь теперь хорошо, у нас очень светлая площадка, освещение хорошее, здесь очень много с детьми гуляет и сами по себе вот так вот молодежь сходится. Первый год мы поменяли канализацию в подвале, а вот за четыре года мы поставили пластиковые окна, ну, по своей возможности технического ремонта. Международный день соседей собрал во дворе почти всех жителей окрестных домов. Кроме праздничного концерта на интерактивной площадке были представлены разные социально значимые учреждения микрорайона, начиная от общественного совета Воронежские озера до поликлиник, библиотек и центра семья. Только сообща реально решить многие злободневные проблемы, начинают коммуналки, заканчивая социальной помощью. Мне понятны эти проблемы, я их знаю, я ими живу уже на протяжении многих лет, поэтому решить для меня их, может быть, не всегда как бы вот легко и просто, но тем не менее я как бы вот этим живу, погружена в это и мне, конечно, гораздо проще, нежели, допустим, другому человеку. Когда люди будут общены, они разобщены, тогда можно будет решать многие вопросы, это контроль за исполнительной властью легко и так далее, да, люди будут понимать друг друга и вот эта работа сообща, она может абсолютно хорошо выстроена, да, вся система контроля за исполнительной властью. Я думаю, это поможет и жителям, и исполнительной власти вот в такой гармонии работы с населением. За последние несколько лет двор у самолета гармонично преобразился, появилась и спортивная, и детская площадки, и скамейки для пенсионеров. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Одаренные дети из стран СНГ и Балтии встретились в Самарской области на 5-й музыкальной академии под руководством народного артиста России Юрия Башмета. Лучшие юные скрипачи, пианисты, флейтисты получат уникальную возможность пообщаться с ведущими музыкантами страны и перенять бесценный опыт. Звуки испанской симфонии французского композитора Эдуара Лало, струящиеся из-под смычка юной Анастасии Нестеренко, буквально обволакивают зал завораживающими переливами. В музыкальной академии Настя участвует в третий раз и в свои 11 имеет несчитанное количество побед на всероссийских и международных конкурсах. Общаясь с титулованными музыкантами, каждый раз совершенствует мастерство. Меня подоколки научили очень хорошим звукам, вибрации очень хорошие, помогли мне очень сильно. Все, от мяуканья кошки до человеческой речи можно передать с помощью кларнета, уверена София Сафронова. В этом году девушка с отличием закончила музыкальную школу. Теперь мечтает выступать на большой сцене. Говорит, на музыкальной академии учат в совершенстве владеть инструментом. Если какое-то очень сложное место в произведении, то нет места, чтобы подышать, чтобы не прерывать мелодию, брать дыхание носом, пока ртом выдуваешь. Мастер-классы, уроки, лекции мэтров мировой музыки и выступления на лучших концертных площадках. Одаренных детей во всем мире необходимо активно поддерживать. В пятой музыкальной академии примут участие более 70 молодых исполнителей из стран СНГ и Балтии. Более половины из них из Самарской области. На открытии академии ребят, их родителей и педагогов поприветствовал маэстро Юрий Башмет. Всех родителей, всех учителей, а также, конечно, детей, которые встали на этот, в общем, непростой, но замечательный путь. Путь музыки, путь к прекрасному. Я хочу всех поздравить с открытием академии. Музыканты с мировыми именами на неделю становятся наставниками и старшими товарищами юных талантов. Отдаренных детей организаторы доверяют только лучшим в своем деле. Мы планируем их профессионально развивать, чтобы они дальше росли и видели новые горизонты, новые пути, куда можно расти в профессиональном плане, прежде всего. Вовремя правильно повернуть вектор, когда корабль плывет не в ту сторону, например, повернуть его в правильном направлении или, наоборот, утвердить его ребенка в том, что он идет правильно и туда, куда нужно. Это, ну, это дорогого стоит. Завершится пятая музыкальная академия 8 июня. В следующий раз ребята и их педагоги встретятся через год. Для них лучшая музыка, овации спортивных фанатов. В Самаре открылся ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом». Уже в пятый раз дворовые команды Самарской области будут бороться за кубок победителя. В промышленном районе прошли первые игры соревнований. Команда в сиреневых майках с трепетом ждет в своей очереди выйти на поле и забить голы. Победить в районном турнире почетно и престижно. Еще престижнее, по мнению маленьких игроков, победа нашей страны на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Я хочу, чтобы Россия, такая главная мечта, чтобы Россия выиграла Чемпионат мира. Ну и чтобы самые лучшие игроки России вошли в сборную. Чтобы была сильная наша сборная. Леонель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Агуэра, кумиров у нынешних мальчишек хоть отбавляй. Защитники и форварды – примеры для подражания не только красивой игры, но и спортивного образа жизни. Тренер-общественник Владимир Замятин согласился бесплатно заниматься с ребятами в свободное от работы время. Теперь жизни не представляет без команды «Победа-3». Это эмоции, во-первых. Положительные эмоции. Это, во-вторых, наверное, здоровый образ жизни. Чтобы они были правильными, послушными. Чтобы они увлекались именно футболом, а не какими-то вредными привычками. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самаре уже в пятый раз и с каждым годом набирает обороты. Только в промышленном районе Самары заявки на участие подали больше 70 дворовых команд. Среди игроков – как мальчики, так и девочки. В Самаре футбол больше, чем футбол. И дети это знают, помнят. Такой футбол сегодня развивается очень быстро. И многие здесь хотят быть лидерами среди ребят и хорошо играть. Соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдут в несколько этапов. Победители районного выйдут на город. Лучшие поборются за кубок победителя Самарской области. Мария Анна Мирная, Максим Гусев, События. День русского языка отметят в Самаре 5 июня. Всех желающих ждут с 11 утра до 3 часов дня в сквере Пушкина. Там будут работать конкурсные игровые площадки для детей, выставка продажи изделий народно-прикладного творчества, свободный микрофон для всех желающих прочитать отрывки из произведений Пушкина и книг о нем. Центробанк объявил о временной приостановке валютных аукционов на год. Новая мера стала ответом регулятора на чрезмерное укрепление российской валюты, считают аналитики. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Обратите внимание, телеканал «Самарагиз» расширяет зону своего вещания. Настройте «Самарагиз» в кабельной и цифровой сети «Волга Газ Телеком». Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагиз». Центробанк объявил о временной приостановке валютных аукционов на год. Новая мера стала ответом регулятора на чрезмерное укрепление российской валюты, полагают аналитики. Они также предрекают возвращение курса доллара на уровень 57-58 рублей в ближайшие месяцы. Регулятор не исключил, что аукционы возобновятся, о чем будет объявлено в установленном порядке. С помощью этого механизма с декабря российские банки получили 26 миллиардов долларов кредитных средств. Кроме того, благодаря аукционам Центробанку удалось скорректировать рекордный рост доллара относительно рубля в декабре 2014 года. Сейчас регулятор решает прямо противоположные задачи, ослабляя российскую валюту. Спасибо тебе, Центробанк! Граждане России так тебе благодарны за свое обнищение. В апреле ВВП России сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Соответствующая информация содержится в докладе Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике. За первые четыре месяца года ВВП сократился на 2,4%. В ведомстве поясняют, что это связано с падением добычи полезных ископаемых и производства на обрабатывающих предприятиях, а также с негативными явлениями в торговле и строительстве, снижением реальных доходов населения и сокращением экспорта нефти и газа. В министерстве также сообщили, что инфляция в России останется высокой – 7,9% с начала года по сравнению с 3,2% за аналогичный период 2014 года. Ну, за снижение реальных доходов населения мы уже знаем, кого благодарить. Мексика потеряла 20% российских туристов. В прошлом году эту страну посетило 80 тысяч российских туристов, 25% из них – жители Уральского региона. Власти Мексики отмечают, что заинтересованы в уральских туристах, поэтому намерены регулярно проводить Дни Мексики в российских регионах. Сомневаюсь, что поможет. Мексике с нашим Центробанком не тягаться. Российский фондовый рынок открылся во вторник в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1625 пунктов. Лидеры роста – бумаги Мечела, ЛСР, КамАЗа, Новотека, Интеррау, Норникеля и Сургутнефтегаза. Среди лидеров падения – Дикси, Акрон, МРСК-центр, НМТП, Аэрофлот, Московская биржа и АФК-система. Повышение на российском рынке происходит на фоне отскока на сырьевом рынке. Торги в США и Европе завершились разнонаправленно. Курс доллара на 2 июня – 52,82 рубля, курс евро – 57,70 рубля, золото стоит 2016 рублей за грамм, серебро стоит 28,21 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 65,88 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Серебряные хоккеисты ЦСКА ВВС могут сыграть в высшей лиге. Тольяттинская гимнастка завоевала две медали на итальянском турнире. Дарья Касаткина проиграла московские теннисные соревнования. Тольяттинка Дарья Касаткина в паре с украинкой Ольгой Янчук потерпела поражение в финале турнира Moscow Open. Тандем проиграл 25 тысяч долларов в дуэту Каролин Дэниел с Германией и Алини Сотниковой Белоруссия по партиям со счетом 6-2,7-6. В одиночном разряде Дарья Касаткина завершила выступление на этапе четвертьфинала, проиграв украинке Валентине и Вахненко. Анастасия Дмитриева завоевала в Италии две медали на турнире по спортивной гимнастике. Золото в командном зачете и бронзу в личном многоборье. Тольяттинская спортсменка резерв национальной сборной. Кандидат в мастера спорта Дмитриева, прошлогодняя победительница первенства России в многоборье и серебряный призер в вольных упражнениях. Хоккейный клуб ЦСК ВВС в новом сезоне сыграет в высшей хоккейной лиге. Такая возможность может появиться у серебряного призера Российской хоккейной лиги. Правда, согласно регламенту ВХЛ, клуб обязан предоставить гарантии того, что его финансирование составляет больше 100 миллионов рублей. Возникшую проблему поручил решить губернатор Самарской области Николай Меркушкин, областному министру спорта Дмитрию Шляхтину, генеральному директору хоккейного клуба «Лада» Владимиру Вдовину и президенту ЦСК ВВС Михаилу Нечапуренко. Сообщила пресс-служба клуба на своем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok